Увлечённая наукой, так можно сказать, про учеников лицея номер один. Учреждения уже пять лет участвуют в программе атом-классы проекта «Школа Росатома». И удивительный мир физики и информатики открывается для ребят уже в начале средней школы. Научная жизнь здесь кипит постоянно. Опыты лабораторной работы, проекты. Голос усилитель. Кто хочет пробовать, может выйти и посмотреть. Вот тот может слушать. Здравствуйте. В кабинетах, оснащённых в рамках проекта «Школа Росатома», есть всё необходимое оборудование, на котором педагоги проводят физические демонстрации. А ученики атом-классов выполняют практикумы и занимаются учебно-исследовательской деятельностью. Вот и сейчас у ребят из седьмого класса на столе различные колбочки и пробирки для изучения свойств плавания тел. И даже звонок на перемену – это не сигнал к окончанию занятий, отмечают гости открытого урока. Мне это значит, что больше всего понравилось. Учитель говорит, урок закончен, всё, можете сдавать ваши листочки. И хоть бы один из вас скачил и побежал бы на перемену. Нет. Я вот смотрел внимательно, все сидят и доделывают. И уже вам процесс уже понравился. Вот это, мне кажется, самое замечательное, что у вас есть. У учеников девятых и десятых классов работа посложнее. Они не просто проводят исследования, но и в рамках индивидуального проекта создают что-то своё. Сначала ребята защищают работу перед комиссией, а затем в присутствии младших товарищей, которых на следующий год ждёт то же самое. Защита проекта – это не только демонстрация и не столько демонстрация предметных знаний, это ещё коммуникация, это ещё умение выступить перед аудиторией. Задача индивидуального проекта и основная цель любого исследования – это практический продукт, как правило. Индивидуальный проект – это большая научная работа, и лицеисты с ней справляются на отлично. Например, Полина Емельянова уже давно с информатикой на «ты». Поэтому и представила проект по управлению технологическим устройством на основе Ардуино. Я готовила его не так долго, потому что я уже разбираюсь в этой теме, и для меня это было не так сложно. В планах создания проекта, его продолжения с девятого класса в десятом, я планирую сделать ночник, который будет управляться многими программами. Несомненно, многим из нас тяжело просыпаться зимним утром, поэтому Виолетта Иванникова создала светильник, с помощью которого можно легко пробуждаться после сна. Я очень не люблю вставать зимой, просто это самое мое нелюбимое. Поэтому, соответственно, у меня появляется нелюбовь к школе, зачем ходить по утрам, не хочу, не хочу просыпаться. Я бы хотела усовершенствовать этот будильник, добавить ему звуковой сигнал, то есть дополнительные модули, чтобы уже не надо было никаких дополнительных устройств. И я хочу сделать окно себе такое красивое, чтобы прям просыпаться с рассветом. Проектов, которые разработали ученики атом-классов в лицее номер один, очень много. Такие защиты проходят ежегодно вот уже пять лет. И все эти годы стремление к науке у ребят поддерживает Росатом. Проект позволяет нам получать ежегодное финансирование. За эти годы более двух миллионов рублей поступило на оснащение. Мы оборудовали лабораторию для индивидуальной проектной деятельности, где дети, есть возможность именно индивидуально работать. Мы закупили вот эти конструкторы как раз в том году, вот Ардуино. Атом-классы работают во всех городах присутствия корпорации Росатом. Число школ-участниц проекта уже приближается к 60, три из которых в Балакове. И выпускникам не составит труда поступить в профильный вуз, после которого для них будут открыты все двери. Потому что востребованная профессия – это залог успешного будущего. Продолжение следует...